Привет! Это первый раз, когда я делаю тёплый пол. Я не эксперт в данном вопросе. Если вы никогда не делали полы с подогревом, я вам скажу сразу, есть два типа электрические, водяной. Вот у нас водяной греется от газа, и вот у нас есть такой терморегулятор. Наш тёплый пол установлен и на кухне, и на всех остальных помещениях. Кухня у нас зона 1. Если вы сюда посмотрите, вы увидите, что если я вот нажму 19 градусов, здесь плохо видно, вот то у нас будет температура в помещении 19 градусов. А на полу я хочу, например, задать температуру определённо там не выше, например, 30 градусов. И я вот... ну, она на самом деле уже у меня всё прогрета. Сейчас я попробую. Вот. Тепло. Ну, это на самом деле у нас плитка, это не дерево. Вот у нас в виде ёлочки выложенная. Вот вторая зона у нас... Это кухня, как вы догадались по холодильнику. И здесь у нас очень много плитки. Всё выложено плиткой. Кухня у нас считается зоной номер 2. А где это у нас терморегулятор? Так. А вот он. Вот у нас терморегулятор кухни. Итак, это у нас вторая комната. Итак, сейчас я вам покажу, как на самом деле у нас выглядит тёплый пол. Я никогда этого раньше не видела. Вот, то есть, ребята положили у нас такую вот фольгу. Вот у нас на белом вот этом утеплителе лежит фольга. Вот, видите, она достаточно твёрдая. Простите уже за мои навыки оператора. Вот вы видите такие каналы. Они для того, чтобы вставлять туда трубу. Но перед этим вот здесь вот конкретно ребята вставили фольгу. А потом уже вставили трубу. Она достаточно гибкая, подакливая. Вот вы видите, как труба заходит под плитку. Вот мы ввели некоторые дискуссии с нашим сантехниками-прорабом. Вот. По поводу высоты поднятия пола. Мы сначала определили один уровень высоты. Но так, в конце концов, получилось, что труба немножечко выпирала. В итоге нам пришлось тут созвать чуть ли не консилиум и подумать, как же решить эту проблему. Вот. И сантехник наш еле договорился с прорабом, как это всё будет сделано. Но они всё-таки дошли взаимного согласия и как-то там решили эту проблему. Вот, ну, суть такая, что вот, в общем, плитка не сходилась нормально по уровню. Но в итоге там они что-то придумали и всё получилось как надо. А здесь у нас что-то вроде космического целого корабля. Это у нас зона, где у нас сходятся все трубы тёплого пола. Тут вы видите у нас, вот, есть сервопривода на нижней части коллектора. Верхней части вы видите расходомеры. Вот наш котёл. Вот. И сюда также сходится вся система управления. Я, конечно, не особо технический специалист, но, по-моему, это блоки управления тёплым полом. Вот это вот верхняя зона. У нас вообще получается пять зон. Вот у нас есть центральная. Первая это столовая. Потом вторая это кухня. Зона три у нас... Это у нас гостиная. И ещё две зоны приёмные. Вы уж простите мои навыки оператора. Ну, вот, можете заценить мои люстры. Вот снова у нас в этой зоне подходят тёплые полы. Это у нас уже возле санузлов. Вот, как вы видите, вот как он заходит под плитку. У нас есть зоны, также, где мы тёплый пол не ложили. Это зона, где у нас будет там сходиться трап душа. Вот. У нас туда сходятся разные рода коммуникации. Поэтому, конечно, мы не можем туда проложить трубы. Ну, это, в принципе, вот видно, вот, край, куда это всё дело доходит. Ну, там, как бы, это нельзя использовать, а то повредится труба. Вот. А здесь у нас вот будет унитаз. Поэтому, конечно же, тоже мы не можем тут установить прям трубы. Мы вот возле унитаза вот так выложили трубы. И этого будет вполне достаточно. Ну, вот такое вот у нас счастье для ног. Значит, вы уж простите, у меня не очень большие технические навыки в этом вопросе. Ну, вот что я вам скажу. Вам надо обязательно ознакомиться с гарантией. Надо понимать, надо вам пообщаться с вашим прорабом. Также с сантехниками, другими техниками в начале выполнения работ. Спланировать это всё дело. Вот. Понимать, какой клей использовать плиточный. Как это всё ложить. Очень важно, чтобы это всё было потом под гарантией. Вот. Также в этой зоне, вот, вот у нас хоть и идёт мебель, но мы всё равно туда немножко заложили тёплого пола, чтобы оттуда, как бы, не веяло холодным воздухом. Вот. То есть, знаете, иногда бывает, подходишь к какой-то зоне и чувствуется, что прям тянет оттуда, там, например. Вот мы решили всё-таки заложить трубу и в таких зонах тоже. И так, тут, что тут нужно, чтобы всё было спланировано, чтобы было на всё к гарантии, чтобы в конце концов под этим всем подписался прораб. Вот. Ну и чтобы всё соответствовало спецификациям. Я вообще себя очень восхитительно чувствую, когда прихожу сюда, вот. Просто мне очень нравится этот камин. Мне всегда нравилась раньше эта комната. Теперь, я думаю, я буду ещё больше получать от этого удовольствие. Надеюсь, вам было полезно этот обзор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!